Всем привет! Меня зовут Макс Ищенко, вы смотрите программу Profit Show. Сегодня наш гость Коля Павлов. Коля является одним из стоп-менеджеров компании Altexsoft. Это харьковская компания, которая занимается аутсорсингом. Параллельно к Altexsoft, Коля еще CEO маленького, но гордого стартапа. Но основная на самом деле тема, почему мы сегодня пишем именно с ним интервью, это то, что Коля совсем недавно вернулся из двухнедельного или трехнедельного тура. Две недели в долине и неделю по Америке. Короче, из тура для предпринимателей, который называется Deep Dive, который проходил в Калифорнии, и где их, чему-то там учили, связанным со стартапами и предпринимателями. Я думаю, это очень интересная тема, и хотел специально тебя позвать, чтобы ты нам рассказал, что мы делали. Привет! Всем привет! Действительно, меня зовут Николай Павлов. Я отвечаю за бизнес-девелопмент и маркетинг компании Altexsoft и являюсь CEO стартапа под названием Tablish. Это сервис, который адаптирует автоматический контент веб-сайтов для чтения на планшетных устройствах. Как Макс сказал, я действительно был две недели в долине, и как бы прежде, чем рассказывать про нее, я хотел бы такой дисклаймер произнести. Все, что я буду рассказывать, это мои субъективные, абсолютно субъективные впечатления о долине. Будет много обобщений, упрощений, искажений материала. Ты не википедия, да, мы поняли. You use it your own risk, да? Ваш опыт может отличаться от моего. Окей. Ну хорошо, так все-таки, что это такое, где ты был? Как бы, в общем, суть этой программы. Мы были в программе Deep Dive, она создана специально для стартап-предпринимателей. Ее организаторы Коля Метюшин и Илья Антипов, это АБРТ фонд и фонд RIS Ventures. По сути, это россияне ее организовывают, но благодаря тому, что у них очень хороший нетворк в долине, хорошие партнерские отношения с венчурными компаниями, с предпринимателями. Там у них хороший набор success story, поэтому есть определенный уровень. То есть у них уже каким-то это время занималось? Да, они обросли уже какими-то контактами, успешными историями, продажами и так далее. И они организовывают этот тур для того, чтобы помочь российским и украинским предпринимателям окунуться в жизнь долины. Он поэтому и называется глубоко. Ну, а кнуться, это же не просто пройтись по Макдональдсам местным? Да. То есть или по Стэнфордскому, знаешь, кампусу. Да, да, да. Действительно, как бы почти неделю программы занимают, вот для меня таким ключевым самым местом в программе было изменение, снятие вот этих культурных барьеров, которые у нас есть, такая прочистка мозга, когда всё твоё СНГшное видение у тебя из головы выбивает и инсталирует американский майнсет. То есть форматирует твой диск, да? Форматирует твой мозг и инсталирует такой американский майнсет и видение того, как люди общаются, как происходят такие кросс-культурные коммуникации. И с чем заключается, представьте, этот майнсет? Чего мы там наинсталировали? Или ты уже не можешь сравнить, ты уже потерялся? Нет, я могу сравнить, конечно, я могу сравнить. Я могу сказать, что американцы, конечно, люди другой конфигурации, особенно люди в долине, потому что люди в долине ещё больше отличаются. Это не американцы? Да, американцев. Они очень такие straight to the point, что называется, очень такие фокусные, прямые, то есть от вас ожидает сразу прыжка к сути в общении. То есть если… Получается не надо рассказывать, да? Да, если здесь вы можете там 10 минут проговорить с человеком ни о чём, там это считается тратой времени. То есть от вас ожидает, что вы сразу запрыгнете к делу и будете касаться только главных вещей. И для русского человека, начиная от языка, мы очень долго излагаем мысли, и русский язык к этому очень предрасположен. И вот нужно переключиться на американский лад, и тогда у тебя всё начинает получаться. И вот этот процесс, он очень такой достаточно болезненный. Ты вырабатываешь питч, который является отражением только сути твоего проекта, только того, что ты делаешь. Либо тебя лично. То есть если у тебя есть какой-то продукт, ты пичуешь по поводу продукта. Если у тебя есть, если у тебя ничего нет, одна идея, да, то ты как бы представляешь себя. Типичный вопрос в долине. What are you passionate about? То есть что тебя прёт? Что тебя прёт, да. И ты рассказываешь, что тебя прёт. Но для того, чтобы выработать вот этот чёткий посыл о том, что тебя прёт, или какой твой продукт, какой твой стартап, на это ушло большое количество времени. Типа, чтобы это не ознобольствовать, да, там 15 минут? Совершенно верно. Там, ну, грубо говоря, ты можешь долго рассказывать об этом, да, 5-10 минут, а можешь рассказать там одним предложением. И они хотят услышать одно предложение. Потому что потом ты его используешь в e-mail, в e-mail, в linkedin, в приличном общении, на метапах, там, когда ты печуешь инвестора, потенциальным клиентам ты расскажешь немножко другую форму, она называется sales pitch. То есть ты используешь везде, где только можно. Ну, подожди, ты хочешь сказать, что... Сколько программа, кстати, стоит? Насколько я знаю, она там стоит что-то порядка 4 тысяч долларов. Ну, это без... Это без... Эксплуатационных расходов, типа там, билета. Да, без билетов. То есть ты хочешь сказать, что вы потратили там это ATM тысяч долларов и вас научили, типа, кратко излагать свои мысли? Ну, практически, практически. Слушай, так можно вам порепетировать по скайпу просто. На самом деле, конечно, нет. На самом деле мы получили еще кучу дополнительных знаний. Самое интересное, что первую неделю все занятия проходят in-house, то есть... А занятия это что значит? Что у вас там, типа, приходят кто-то... Менторы, да. Приходят менторы, например, там, по кросс-культурным коммуникациям, по продажам Enterprise, по продажам... Но это какие-то теоретические, типа, наши лекции, да, вот? Типа, как правильно продавать? Или это какие-то кейсы, или там разные? Обычно они связаны напрямую с тем, с чем ты приехал, с твоим стартапом. И, как правило, это отнюдь не теоретики, а практики. Там у нас были менторы, которые являются практиками предпринимательных. Ну, например. Да, ну, например, у нас был Дэвид Виклион, фаундер компании PBWorks, был один из CFO Dropbox, и там еще куча других компаний, Бетти зовут, фамилию не помню. Был отличный Enterprise Sales Чак Дэвид, а кто там еще? Макс Скибинский был, фаундер успешный, продал компанию. Кстати, с Максом Скибинский для наших зрителей, я видел, на YouTube есть интервью. Или не интервью, а, по-моему, короче, что-то он там рассказывал. Да. И вот, смотри, помимо, как бы, знаний, которые тебе даются in-house, вот там, в месте проведения, да, во вторую неделю тебя пытаются вытолкнуть, что называется, в жизнь долины, да. И там все зависит исключительно от тебя. Ты посещаешь метапы, ты ищешь клиентов для своего стартапа, ты ищешь партнеров, и от того, насколько первую неделю ты прошел успешно и поменял свое мышление, поменял какие-то свои культурные, вошел ближе в американские культурные рамки такие, да, настолько успешно у тебя получается. У меня это получалось, как мне кажется, очень хорошо. А как ты оценил? Очень хорошо? Ну, я просто думал, что будет вообще все плохо, да. Было не очень плохо. А я привез, ну, по сути, где-то больше 50 контактов, я провел, отослал где-то, ну, штук 17-20 фоллоапов разных, то есть после встреч люди были заинтересованы моей идеей. Это ты печал свой стартап, да? Да, и еще где-то у меня 5 бизнес-встреч было, из них 2 очень, ну, ценность которых я оценил очень высоко, потому что мы доверились сделать там прототип, это были мои явно целевые клиенты, я узнал очень много о проблемах рынка медийного там, оказалось, что проблемы очень похожи на наш медийный рынок. Казалось бы, да? Ну, и побывал в таких разных культурных слоях, то есть я, например... Что за культурные? Слушай, ты вот это культурные, культурные, что это значит? Что за культурные слои? Слои? Ну, я побывал, например, в Сан-Франциско, да, там одни люди, как бы... Одна тусовка стартаперов? Одна тусовка, да. Одна тусовка, да. Я побывал, допустим, там в Сан-Хосе, в Маунтин-Вью, как бы пообщался там с людьми, которые занимаются там венчурными инвестициями, да, там инвесторы, предприниматели, которые еще ничего не сделали, там только делают первые шаги, технарями, которые работают в стартапах или работают, например, в компаниях, там предприниматели серийными, которые... А как ты успел с ними со всеми пообщаться? Это за вторую неделю было или как? За обе. Или ты имеешь в виду и тех, кто к вам приходил? Да, за обе недели. Вас там типа водили за ручку? Да нет, на самом деле программа предполагала, что, а, во-первых, будут приходить менторы, да, то есть как минимум с ними ты можешь всегда пообщаться, да, и им подпичить. Но цель-то была не в этом, цель была как бы приумножить количество контактов и выйти на других людей. Были сторонние ивенты, они обязательно входили в программу. Нам просто рекомендовали, например, пойти на этот ивент, на этот ивент или на этот ивент. Еще очень активно пользовался приложением Meetups. Meetups открываешь, например, там, что рядом с тобой, какие ивенты на тему стартапов. И сегодня там 5 ивентов, там это 30 баксов, это 20 баксов. То есть это, подожди, это специально, то есть вы так были 2 недели, и там народ местный так подгадал, чтобы в эти 2 недели провести так много ивентов, да? Да нет, там каждый день такое. Черт. Там каждый день, на самом деле, такое количество ивентов. Некоторых легко попасть, на некоторые сложно попасть. Например, когда мы там были, был Demo Day Y Combinator. Ну, это как бы акселератор, наверное, самый известный акселератор. На него попасть невозможно. Там только по бейджам, только либо пресса, либо VC, и заранее приглашенный, там все распределено. И мест все равно, как бы, там народ стоит. Я понял, а кто? То есть, ну хорошо, давай посмотрим, что ты из этого извлек. Переформатировал все майндсет. Добавил скилл. Добавил скилл. Научился питчить по делу и внятно. Straight to the point. И клиентов, и партнеров. И нашел контакты, да? Да, да. Ну, наверное, самое главное, знаешь, если определить вот самое главное, с чем я вернулся. Я вернулся с такой внутренней уверенностью, что я могу там спокойно жить, работать, создавать бизнес, общаться с людьми. То есть, у меня снялись вот эти вот... Были какие-то... Да, конечно. Были барьеры серьезные. Смогу ли я с ними говорить на английском языке? Будут ли они меня понимать? Там, воспримут они мою идею или не воспримут? И как? И как они относятся, типа, к выходцам из какой-то далекой страны? Да, да, да. Или Нигерия. Из Украины. Поэтому, ну, после этого, после всего этого процесса, однозначно, после помощи менторов, после общения с таким большим количеством людей, конечно, барьеры снялись. То есть, если, например, ну вот если сравнивать украинский ивент, да, вот сегодня был iForum, и сравнивать, например, такой типичный метап в долине, там, на 40 человек, это кардинально разные вещи. Но на форуме было не 40 человек. Ну, 4 тысячи, да, там, я не знаю, сколько еще было, наверное, никто не считал пока. Ну, суть в том, что на нашем ивенте это похоже, то есть встречаются знакомые люди, сбиваются в группки. Вообще знакомыми. Со знакомыми, да. Или сразу приходят уже группкой. А на ивенте вот в Штатах, там совершенно другая ситуация в долине, да. Приходит группка, она вщух по залу, и такое броуновское движение начинается. Ну, и типичный такой, знаешь, разговор, когда, там, hi, how are you, what do you do? И понеслась. И так, пока у тебя либо язык не отсохнет, либо люди не закончатся. И вот это все происходит, продолжается, продолжается, пока не выйдет, там, модератор ивент, то есть скажет, вот теперь там программа ивент. А теперь официальная часть, 15 минут, да? Да, теперь официальная часть начинается. Ну, мы вот были на митапе, посвященном, например, робототехнике. Это как раз был в доме, где проходит Blackbox Accelerator, Blackbox Connect. И на митапе было человек, наверное, 25, может. Все повернутые на теме роботов. Там начинают таких бородатых дядюшек, которые являются там председателями клуба любителей робототехники Сан-Хосе. Аля, вот этот Homebrew Club, который, куда Apple ходил, да? Да, ему только значков не хватает, знаешь, на такой рубашке. Вот, заканчивая, допустим, там выступала, по-моему, там отвечает за продуктовую разработку в компании, которая для Министерства обороны США в БПЛА разрабатывается. Вот, БПЛА. Беспилотники, да, беспилотники. И вот самое интересное, что они обсуждали. Они все технори. Но самое интересное, что они обсуждали, вот здесь такого никогда не встретишь, что они прежде всего обсуждали свое видение применения роботов в разных индустриях. Ну, то есть они сейчас работают на Министерство обороны, да? Но они хотят видеть роботов, там, я не знаю, в домохозяйстве, там, на складах, в супермаркетах. И они совершенно серьезно обсуждали, какое будущее есть у роботов. И мало того, первый вопрос, о котором они озаботились, это какие бизнес-модели существуют в, возможно, да, в бизнесе робототехническом. Это технори обсуждали. Это, конечно, сдвигает мозг, потому что они это делали на полном серьезе. И как пример они приводили вот эту продажу компании Amazon, покупку, точнее, компании Amazon, какого-то производителя роботов, который им автоматизировал весь склад. Там видео даже показывали, как в вархаусе эти роботы ездят, передвигают эти полки и так далее. Вот, по-моему, за 700 миллионов купили компанию. Отлично. Это вот такой типичный митап. На другом митапе, это был митап с фаундером За Орли такой есть. За Орли. За Орли, да. Это что-то типа локальных сделок, грубо говоря. Тебе надо починить кран или там сходить за продуктами, или почистить бассейн. Ты говоришь, я закончу. А где-то рядом есть безработный, который готов за 10 баксов. Безработный ты там на своем айфон-приложении пишешь, я хочу там, за это дам 20 баксов. А второй чувак там с компьютера или тоже со смартфона смотрит, ага, там в моем районе есть там 50 мелких работ. Там починить кран, там то-то. Ну типа работа на час там, да, пошел сделал. И у них сейчас бум, у них, ну там безработица растет, вот как бы... Много миллионеров в долине безработных. И там у них сейчас такой хайп по этому поводу. И это приложение, оно очень динамично начало расти там за первую неделю. Они написали его за 10 дней, самое интересное, что оно свалилось, они его переписали еще раз. Вот, но получили такое, как бы, визабилити. И за первую неделю они там, когда вы переписали, запустили снова, подключили 40 тысяч пользователей. Ага. И фаундер рассказывал, что когда они вот за неделю у 40 тысяч пользователей подключили, у них пошли сделки, там такой интересный момент, ему начали звонить венчурные компании. Вот на вторую неделю начали звонить венчурные компании, он всех дропал, вот, до тех пор, пока не позвонила Sequoia. На Sequoia он пошел на встречу. Ага. Вот, ну и там такая... Ну, похоже, как в Украине, то же самое, в принципе, нет? Ну, самое интересное, что это, знаешь, это такая типичная американская форма подачи материала. То есть, например, ты можешь рассказать питч о себе, а можешь рассказать историю. Вот, и вот такой storytelling, они это называют, это такая типичная форма подачи материала. И она на самом деле очень яркая. Способ, то есть, как презентация, да? Да, и она на самом деле очень яркая, она очень живая. Там этот фаундер шутил, он такой самый естественный, там, по нему такая детина, по нему понятно, что он головой пробьет любые барьеры там в своем стартапе. И, как бы, я не удивляюсь, что Sequoia, там, за него влила в него денег. Ага. И вот на этом метапе тоже, наверное, процентов, там, 80 времени занимал нетворкинг. То есть, до и потом еще после. И вот это броновское движение. Ну, это как раз вот, да, вот, наверное, одно из таких отличий больших, да, вот, что у нас люди приходят на ивент, и они практически не общаются с незнакомыми людьми. То есть, они либо стоят, либо говорят с теми, о, привет, там, типа, виделись неделю назад, давай еще раз поговорим. Ну, как бы, я не могу, да, по себе мерить, потому что я такой power user, наверное, нетворкинга. Но за другими, как бы, замечают, что не очень эффективно используют время на метапах. Почему-то боятся общаться, боятся новых каких-то там знакомств, связей. В Штатах оно прямо вот в долине, оно на рельсы накатано. То есть, все там очень схематично. Сначала оно, ну, русскому человеку кажется довольно странным, потому что это повторение, повторение, повторение. И не очень естественным, но когда ты понимаешь, когда вот у тебя такой американский мейнсет включается, и ты понимаешь, что у тебя есть четкая цель, да, вот я, например, приехал с четкой целью, мне нужно было найти адоптеров, да, для моих... Пилотных кастомеров. Да, да, по сути, первые медийные компании, с которыми я мог бы поработать. И каждый питч я заканчивал тем, ну, как бы, свои цели, да, что я ищу. А там, если кому-то понравился твой питч, первое, что он говорит, это, как я могу вам помочь. Типа, у вас классная там технология, классная, но как я могу вам помочь. И очень в тему, как бы, ты говоришь, вот, мне нужно, да, там, ищу людей из этой индустрии. Кто-то помогает, кто, например, у кого-то есть, у кого-то нет. О, так смотри, а зачем тогда нужна эта программа? А может, просто поехать туда и ходить по этим метафорам, сэкономить там несколько тысяч? Смотри, как бы, возможно, есть такой путь, да, я не отрицаю. Но вот риск того, что из долины ты вернешься с набором фотографий, это будет самое ценное, что ты увезешь из долины, он очень высок. Потому что помимо... Ты будешь продолжать действовать по своим паттернам, которые... Продолжать действовать по своим, там, украинско-российским паттернам, да, и... Ну, у тебя останутся какие-то впечатления, но в целом, мне кажется, поездка будет, ну, нулячка. А пройдя через вот такой вот менторский... Менторский путь, да, менторское обучение такое, когда тебя вталкивают вот в эту жизнь, но уже немножко изменившимся, да, он все-таки имеет большую ценность. Потому что ты реально чувствуешь, что ты там можешь спокойно бизнес делать. Вот это самое главное. Если ты там можешь делать бизнес, получать от этого удовольствие и чувствовать себя комфортно, то, как бы, вот результат, да, ты можешь ехать туда и работать. Ну, смотри, давай уже, чтобы закрыть эту тему с этой программой, такой вопрос, на кого? То есть кому бы ты посоветовал, то есть какого... То есть, например, если у меня, например, есть идея, или идеи нет, стоит ли туда ехать, или есть уже там прототип, то есть кому туда нужно ехать и... Ну, какого люди были вот в твоей группе, да, 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 кто целевая аудитория, да? Из моей группы было очень много ребят из Сколково, из... Которые работают в стартапах, которые сидят в Сколково. Да, совершенно верно. Были ребята, у которых есть, например, какой-то успешный бизнес в России. Ну, например, какие-то секс-эс-стори, да, в России. Они создали... Это технологический или там типа завод какой-нибудь? Технологический, нет, технологический. Ну, например, был парень, который продал мой круг Яндексу, да, там. Были парни, которые занимаются дополненной реальностью в России. В принципе, уже зрелые такие предприниматели, да, которые хотят понять, как делать бизнес в Штатах. И я бы рекомендовал ехать, прежде всего, тем людям, которые четко понимают свою цель и четко едут с каким-то стартапом. То есть, которые не нулячие, да, скажем так, у которых есть какой-то опыт. Ну, по крайней мере, четкая цель делать бизнес в Штатах, да, четкая цель ввести свой стартап. То есть, очень трудно поехать, если вы, например, не из технологического бизнеса, если вы не из стартапа, если, например, вы из аутсорсинговой компании, ну, как бы... Так, я понял. Вы почти ничего не получите, потому что программа настроена все-таки таким образом, чтобы не водить вас по Фейсбукам, да, Гуглам и смотреть на всякие прелести. Это и так можно сделать в свободное время. На Фейсбуке прямо можно зайти и посмотреть, что там в Фейсбуке. Ну, мы были в Гугле, там... Ну, как бы, ну, это, согласись, это такое... Сел в машину и поехал, короче. Ну, пришел, пофоткался, ну, что? Да, да, да. Все-таки настроен именно в сторону развития продукта, своей идеи, какого-то своего стартапа, бизнеса, который может эффективно масштабироваться, который масштабируется не по головам людей, да, а копиями продукта, там, подключенными пользователями к сервису, социальными связями, вот такими вещами. Вещами, которые быстро масштабируются. Ну, я, в общем, я даже, то есть, понял, что нет смысла спрашивать тебя, насколько ты доволен, потому что, судя по всему, ты сильно доволен. Абсолютно. И там у меня еще был вопрос заготовлен, не знаю, на тему того, что есть куча программ, да, и там в итоге поехали по этой. Ну, короче, я думаю, не суть важная. Думаю, те, кто у нас... Ну, я могу рассказать. Да. Там несколько вариантов. Если, если что, я думаю, пусть они к тебе обращаются. Окей. Ну, с этой программой все понятно, она клювая, да, и поэтому... Ну, есть еще какие-то... Мы же, поэтому, помимо участия в дипдайве, мы сами жили в Blackbox Accelerator, у которой есть своя программа, Blackbox Connect, она закончилась, по-моему... Ну, которую я в Твиттере рекламировал как раз, когда она начиналась, там, в сентябре. Да, она закончилась на прошлой неделе. Она... У нее совершенно другие качества, чем у дипдайва, да, если... Blackbox, он более такой интернациональный. То есть, если, например, в дипдайве вы встретите русских украинцев, да, и... А в Blackbox это будут там поляки, UK, Южная Африка, там, какая-то Восточная Европа, может, кто-то там из Восточного побережья подтянется в США. Она больше такая вот... Другой круглой. Другой круглой. Культурная, именно внутри, в своем ядре. И, насколько я знаю, там ее основатель Афади, да, у него очень хороший нетворк по долине, очень хороший. И он может разных, абсолютно разных менторов приглашать на эту программу. Вот. И, как бы, очень сложно мне сравнивать, да, В одной ты был, в другой ты не был. Вкусил там, да, и того, и другого по чуть-чуть, поскольку мы там жили, да, и там все эти предприниматели жили вместе с нами. То есть, они еще тогда, как раз, она шла, да? Только раз... Нет, она только разворачивалась. А, разворачивалась. Когда мы уехали, она началась. Но, поскольку функционирует сам Blackbox постоянно, там куча народу живет. Ага. Ну, окей. Слушай, давай, я думаю, у нас есть еще минут 10 по времени. Ты там про аутсорсинг сказал. Давай. Да, да, заикнулся. Смотри, ты работаешь в аутсорсинговой компании, да? Альтик Софт, которая продает то, что не масштабируется, да? Ну, по сути, там, людей, да, время, рабочие, услуги по разработке, да? У нас, например, на ВДОу постоянно мусолят тему на тему того, тему того, что вот аутсорсинг – это такой, типа, тупой бизнес. И вот, мол, все аутсорсеры должны резко кинуться и писать продукты. Хотя, ну, там, если задуматься, понятно, что аутсорсинг и продуктовые, да, это вообще, как бы, принципиально разные, ну, как СТО, да, и производство автомобиля. Это сервис, а это, как бы, ну, вообще, другой бизнес. Да. А вы все-таки, так, расскажи, почему вы, ну, в чем мало аутсорсинга, и зачем вот этот стартап делаете? Давай я так отвечу, наверное. Я могу сказать, что аутсорсинг – очень хороший бизнес. Отличный. Да, в Украине особенно, потому что спрос большой, рынок просто колоссальный. И растет, и растет. И там я это, кстати, очень сильно почувствовал, потому что нам рассказывали страшные истории, как фейсбук сманивает последних программистов из-под дна. Вот. И я не вижу в нем ничего принципиально плохого, кроме того, что он мне лично не доставляет никакого удовольствия. Я, как бы, сам не из аутсорсингового бизнеса, да, меня в компанию пригласили. Ну, я серийный предприниматель, сделал несколько проектов на Украине. И меня пригласили в компанию, как бы, с конкретной целью, да, поднять там продуктовое направление. И, как бы, мне работать в сервисной компании не очень комфортно. Ну, я просто не чувствую кайфа, да. Вот в продуктах, в стартапах мне работать интересно, я, там, творчески реализовываюсь. Как бы, там, любой продукт, это какое-то отражение, там, предпринимателя, да, там, вот, любая моя идея, там, любой мой продукт, там, это отражение меня. Как бы, это моя функция в жизни, да, моя творческая реализация. И, аутсорсинг мне этого просто не дает. Поэтому... То есть, ты просто себя реализуешь? Да, я реализую себя таким образом. Кто-то реализует себя в аутсорсинге. Не вижу в этом ничего. И как, ну, я даже не знаю, как бы, ну, все равно, получается, ваша компания, да, которая, по сути, спонсирует, да, эту разработку? Ну, в смысле, ну, оплачивает эту разработку. Да, американцы называют это спин-офф. Спин-офф. Окей. Нет такого конфликта какого-то, знаешь, типа, мы тут Пашем зарабатываем деньги, а эти чуваки что-то делать непонятно, ездят в дип-дайв. Да, смотри, конфликт есть на нескольких уровнях, да. Самый сложный конфликт, вот для меня, это конфликт бизнес-модели. То есть, в аутсорсинге все направлено на максимальную загрузку трудовых ресурсов, да. Каждый недозагруженный ресурс – это потеря денег. Да, совершенно верно. С точки зрения аутсорсинга, там, разработка продукта или стартап – это прямые убытки. То есть, это просто самые что ни на есть убытки. Более того, из-за природы стартапов, такой, как бы, непредсказуемой, да. Никогда не понятно, ты не можешь выйти, как в аутсорсинге, и сказать, там, скуп работ такой, то есть, и мы такой, то там, поехали, там, да, над заборами, да, обедами. Там все вот такое, вот, сегодня ты бежишь в это направление, завтра ты пообщался с клиентом, понял, что ты не туда бежишь, не то делаешь, как бы, побежал в другое направление. С этой точки зрения, как бы, аутсорсинг, для аутсорсинга – это прямые убытки, это хождение против шерсти. Ну да, ну вот. И сопротивление, да, действительно, вот именно процессы в аутсорсинге, все это сопротивляется теме. То есть, компания должна принять сознательное решение, выделить команду. Еще один очень интересный момент – это сопротивление на уровне… Разработчиков людей. Да, на уровне разработчиков. Какой, как бы, какой фокус, да, обычно для создания продукта выбираются не самые лучшие люди, потому что самые лучшие люди приносят самые лучшие деньги, да, а просто свободные ресурсы. Ага. Это не работает. Это самый простой рецепт – убить, да, сразу? Самый простой рецепт, да. Ваш стартап. И продукт, и стартап, и идею – это не работает, проверено. Ага. Не только мной. Вы тоже так наступили на эти грабли. Ну, да, да, да. Очень, очень, значит, сложно. Есть куча ресурсов, за которые борются там клиент внешний, ты сам, да, и еще там какие-то внутренние там селзы, которые пытаются ты уже следующему клиенту продать. Это все очень мешает. И вот до тех пор, пока компания сознательно не выделит, не спишет это все на убытке… Все, типа их не существует, да? Да, вот этих людей не существует, они заняты, они отделены там, они заняты в другом проекте, это не будет эффективно. И в противном случае это все время конфликт, все время война. Ну и третий момент – это то, что у людей в головах. Это, наверное, самое сложное. У каких? У разработчиков? Да, у разработчиков. А что там у них? Ну, для разработки продукта, да, требуется совершенно другое мышление. То есть это не так, что вам постоянно ставят задачи и вы постоянно… То есть они просят спеки? Скажите, что делать? Скажите, что делать, да. Я все умею, только скажи, что. Совершенно верно. А в продуктовой разработке, в стартапе, вот в этой динамичной природе, там… И вот, кстати, этот момент я четко увидел в Долине, очень важна кросс-функциональность. То есть технари могут разбираться свободно в бизнесе. Бизнесмены, там, финансовый директор может спокойно разбираться в тонкостях построения SaaS-технологий, там, знаешь, и моделей. Это, кстати, поражает. Или, например, миллионер, да, может рассказывать тебе, как они этот продукт писали на Дутнете, и как сейчас он выучил Ruby on Rails, и вот хочу тебе показать свой следующий проект, свой новый сайт. Или, там, мобильное HTML5-приложение. Такое ощущение, знаешь, ну что, вам делать больше нечего, да, вот. У нас это очень тяжело встретить. У нас, если там человек PM, он уже не кодирует, там, он все ИДЕ снес. Он уже, типа, прошел уже, на новой ступеньке эволюции. Такое впечатление, что никто не расслабляется вообще. Ну, вот, это известная история, да, с Денисом Краули, фаундером Foursquare. Который там за несколько месяцев… Что за история? За несколько месяцев он обучился минимальному уровню программирования, напедалил прототип Foursquare, и до сих пор он считает, что он очень плохо кодирует. Ага. Но, как бы, там это нормально считается, там инвесторы, предприниматели побуждают других учить программирование. Если вы там из бизнеса, выучите хотя бы там что-нибудь на бетоне, чтобы хотя бы сделать прототип. Ага. Чтобы доказать, что это работает. И вот такая сумасшедшая кросс-функциональность, она в стартапе важна. Потому что ресурсы очень ограничены, вам просто не добавят человека, например… Типа, так, нам нужен тестировщик, который это протестирует. Да, совершенно верно. Нам нужен тестировщик. Или нам нужен юзабилист или еще кто-то. Но их нет. В стартапе компания не снимет человека с позиций и добавит только потому, что вы эту функцию не можете изучить. И приходится малыми силами менять менталитет людей, выводить их за рамки зоны комфорта и просить их здесь что-то делать, здесь что-то делать. Ну, они очень сильно этому сопротивляются, естественно, потому что их зона комфорта, они в ней привыкли находиться. Но когда они чувствуют прогресс, когда они чувствуют, что они там в любом проекте не могут вырасти так, как вот в разработке продукта, они идут вперед, они совершенствуются, они там бросаются на каждую задачу. А практически все задачи там из зоны неизвестного. Ну да, первый раз ты решаешь все задачи. Да, и все задачи из разряда первый раз. Вот все буквально. Конечно, есть там какие-то типовые, которые они уже решали. Но практически все время я слышу одну и ту же претензию, что, блин, ну мы не знаем, как это делать. Ну, пацаны, хотя бы попробуйте. Вот, и через неделю там или через день ты приходишь, пацаны все, мы все сделали, у нас получилось. Мы смогли. Да. Это, конечно, кайф. Это для них кайф и для тебя кайф. И продукт развивается, идет вперед. Отлично. Я думаю, мы закончим на этом наше профит-шоу. Спасибо большое за рассказ. Я думаю, мне было очень интересно. Я думаю, тем, кто насмотрел, тоже должно быть интересно. Пишите комментарии. Жди, да, жди вопросов в почту и в твиттер. Хорошо, постараюсь ответить, да. Пишите комментарии, отвечу. Все. Обязательно. Спасибо. Всем удачи.